Всем привет! Сегодня я покажу вам полный процесс работы над проектом электрощита с нуля. Причем проект не самый простой, он имеет свои характерные особенности. Проект счета включает в себя наглядную, читаемую, доступную для понимания каждому схему самого счета и подробную смету с указанием всех компонентов для сборки данного счета. Итак, начнем. Любая работа начинается со сбора информации и аналитики данных. У нас для этого используется специальная анкета. Она содержит порядка 70 вопросов, связанных с самим проектом, техникой, пожеланиями, ограничениями и прочим. Судя по обратной связи, наша анкета помогает также узнать что-то новое нашим заказчикам, так как дает множество ответов на различные вопросы, так как в самой анкете есть подробные пояснения на вопросы, а также ссылки на видео, которые подробно объясняют ту или иную тему. Первое, что мы делаем, это изучаем анкету, сопоставляем ответы и при необходимости готовим уточняющие вопросы. Вопросы мы всегда стараемся задавать именно по почте. Конечно, можно позвонить, написать в мессенджер, возможно, это будет быстрее. Но именно электронная почта является наиболее надежным местом хранения информации. В почте проще найти нужную информацию, в ней нет ограничения по файлам, а также информация останется в ней и ее ни одна из сторон не сможет удалить, например, случайно, в отличие от мессенджеров. Поэтому, по крайней мере, все важные моменты мы согласуем именно по электронной почте. Параллельно с этим мы сразу начинаем делать техлист. Техлист это наш внутренний файл для работы над проектом. По сути, это общий сборник всего, что нужно будет проектировщику для последующей отрисовки схемы. Иногда мы согласуем этот техлист заказчикам, но в большей степени он нужен только нам. В него мы переносим данные, важные для проекта, размеры, особенности, в нем записываются все будущие трассы, делается подсчет аппаратов, модулей, делается распределение нагрузки по фазам, если это трехфазная сеть. Кстати, именно на этом этапе уже можно судить о размере будущего щита, так как мы считаем все модули, которые будут заняты оборудованием именно на этом этапе. Увы, но почему-то достаточно часто люди считают, что щит по размерам должен быть равен занятым модулем, совсем не думая о логике расположения оборудования, о свободном месте для лучшей вентиляции, о месте для возможности что-то поставить в будущем. Это всегда лучше также учитывать, если уж делать надежный, современный, безопасный щит на долгие годы. После того, как основная часть по техлисту готова, все посчитано, можно приступать к компоновке. Конечно, у каждого свое видение и опыт, и несколько людей сделают проект по-разному. Мы используем свой опыт и свои знания. Как мы видим, щит нестандартный, у нас было ограничение по ширине не более 300 мм, а элементов достаточно много. Поэтому было выбрано делать щит на раме, а именно профили VR от ABB. Ширина рамы 250 мм, а максимальная высота 2 метра 10 сантиметров, или 14-3 к высоту. Так как мы имеем ограничение по размерам, то мы согласуем компоновку. То есть мы установили все, что нужно, описываем проблему и отправляем компоновку, чтобы заказчик понимал, что использование такого высокого щита рамы это вынужденная мера. Если на этом этапе будут изменения, то мы их учтем и не придется переделывать весь проект. Поэтому в некоторых случаях мы согласуем саму компоновку. Да, кстати, у нас есть отдельное видео про эту программу. Это OmniGraffle. Все элементы отрисованы нами с нуля, библиотеки нет. Мы самостоятельно создали эти элементы и используем их в своих проектах. А когда появляются новые аппараты, новые линейки, то также их сами отрисовываем и используем. Подробнее об этом есть в другом видео на канале. Когда компоновка согласована, можно приступать к отрисовке. Мы отрисовываем каждый провод, каждую линию ровно так, как это должно быть в реальности. Толщина линии отражает ее основное сечение. При этом в каждом проекте есть легенда обозначении, а все мелкие сечения подписываются отдельно. Все аппараты, которые должны быть подключены, подключаются на самой схеме. Делается это наглядно и так, чтобы в этом мог разобраться и понять любой человек. Помимо классической силовой части, автоматов, узор, убильников и прочего, у нас используется контроллер Siemens Logo. Когда у вас вместо клавиш кнопки, то всегда нужно какое-то дополнительное исполнительное устройство, которое будет коммутировать нагрузку от сигнала от кнопки. Самый простой вариант – импульсное реле, но мы уже давно их не используем. Вместо них используем лого. По финансам это 100% не дороже, а зачастую и дешевле импульсных реле. Но при этом у вас всегда есть возможность настроить сценарии, таймеры, логику работы. Это удобно. Плюс ко всему в данном проекте будут диммируемые источники питания. Для этого в данном случае мы используем диммеры TBN DMAX 534. Они хорошо себе зарекомендовали и имеют дополнительные функции. Также мы всегда уточняем, будут ли использоваться блоки питания, LED-ленты или трековые светильники при коммутации через кнопки. Так как блоки питания имеют большие стартовые и импульсные токи, то реле контроллеров, импульсных реле просто могут не выдержать и свариться, слипнуться. Для предотвращения этого мы используем контакторы. Причем не любые, а специальные, с особым сплавом металла. Это контакторы Finder на 25 А. Получается, что контроллер управляет контактором, а уже контактор коммутирует свет. Да, это несколько дороже, чем делать напрямую, но только так реле будут защищены и все будет работать исправно. Также ввиду присутствия в некоторых кнопках подсветки, чтобы не было ложных срабатываний, мы делаем развязку сигнала через промежуточное реле. Когда мы делаем проект с автоматизацией, контроллерами, то всегда выводим все нагрузки на клеммы. Да, в последнее время хотя бы у части электриков, монтажников, блогеров появились динамометрические инструменты. Но для того, чтобы соблюдать все моменты затяжек, одной отвертки мало. Контроллеры, как правило, имеют момент затяжки достаточно малый, а дополнительных отверток, как правило, при установке может не быть. Частично из-за этого мы эти нагрузки выводим на клеммы. Плюс ко всему, так удобнее при подключении. Так как проект у нас слога, то есть зоны света на кнопках, то мы также делаем таблицу соответствия, чтобы было четко понятно, какой провод нагрузки и сигнала нужно подключать к какой клемме. Более того, в данном проекте у нас не совсем стандартный вариант управления. Есть диммеры и контакторы. Это также отражается и вносится в таблицу, которую позже мы перемещаем в саму схему, чтобы любому человеку, работающему со щитом, в одном файле была доступна полная информация. Так как у нас есть клеммы, чтобы не запутаться, а также для удобства выполнения сборки, мы маркируем сами проводники. Это позволяет не загружать схему множеством линий, а делать жгуты. То есть мы обозначаем большой жгут, то есть множество проводников, а в жгут от клемм и аппаратов входят разные проводники. Чтобы понять, какой именно и куда должен прийти, делается цифровая маркировка. Она же будет установлена при нашей сборке, чтобы даже без схемы и прозвонки было понимание, откуда и куда идет проводник. Кстати, благодаря тому, что мы не только проектируем, но и сами собираем свои щиты, мы всегда учитываем десятки и сотни особенностей тех или иных аппаратов, комплектующих решений. Поэтому в проект мы всегда закладываем дополнительные элементы, учитываем расстояние, крепление, входные и выходные отверстия аппаратов, знаем в какую клемму реально заходит сечение и где можно сделать перемычку, а где придется ввести отдельные провода, как устанавливаются шины на держатели и сколько их вмещается. Конечно, когда мы работаем с чем-то новым, то все, что остается, это искать фото и литературу, но у нас достаточно немалый опыт в работе от простых аппаратов до различных контроллеров в Ironboard, Zenyuk, NX и прочее. И при сборке мы всегда вносим новые коррективы и внедряем их в будущие проекты. А если работаем с чем-то новым, ранее неизвестным, то обязательно нужно изучить всю техническую информацию для того, чтобы отразить в проекте максимально подробные методы подключения. В целом, когда схема готова, все проверено, отретушировано, все элементы подписаны, схемы проверены, то можно переходить к последнему этапу. Это составление сметы. Наши сметы также подробны, как и проекты. Помимо названия, артикула и количества, мы всегда прикладываем фото, а также ссылку на сам товар и среднюю рыночную цену. Но важнее то, что в смете мы учитываем абсолютно все детали, элементы, расходники, все, что нужно для сборки. Начиная от бокса, рамы, рейк, заканчивая ограничителями на рейку, перемычками для клемм разных размеров, проводами разных сечений и наконечники. Каждый винтик, держатель, шинка, клемма, все будет в смете. Все, что нужно для сборки, это голова, прямые руки и инструмент. Хотя стоит отметить, что инструменты и оборудование для правильной сборки с соблюдением всех требований и стандартов, а тем более эстетики, нужно на 50-150 тысяч рублей. Ну что ж, вот такой получилась наша схема электрощита для квартиры с однофазным вводом и кнопочными выключателями. Если вам интересны подобные видео, то сообщите об этом в комментариях. А если видео вам понравилось и было полезным, не ленитесь, поделитесь им в своих соцсетях. Это лучшая благодарность и мотивация делать другие. Всем спасибо за внимание, берегите себя, своих близких и свою жизнь. Всем до связи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok